Паспортного образца в виде ID-карты 16-летняя Дарья получает в числе первых 14 счастливчиков прямо в Главном управлении государственной миграционной службы. Девушка нисколько не жалеет о том, что вместо традиционной книжечки стала обладательницей пластиковой карты. А вот маму Дарью Елену новый вид паспорта вначале немного насторожил. Но, посмотрев на довольную дочь, женщина и сама решила, как только появится возможность, тоже заменит старый бумажный документ. Тем более, что мороки с оформлением стало поменьше. Хотя Малаховым и пришлось несколько раз наведаться в подразделение миграционной службы, они попали как раз в число первых заявителей, когда еще не был отработан сам механизм приема заявлений, но бумаг требовалось меньше. Для ID-картки з'ясовалось, что навіть все простіше, якихось документів не потрібно, якийсь служба дізнавалася, наприклад, про прописку, вони отримували самі, без нас, и цю інформацію. Так само не треба було заздалегідь фотографуватися, бо фотографування відбулося прямо там. Действительно, для того, чтобы стать обладателем паспорта нового образца, нужно всего лишь предоставить оригинал свидетельства о рождении, а для тех, кто рожден до 1 марта 2001 года, еще и копии паспортов родителей. Получить ID-карту в городе области уже изъявили желание более 700 молодых людей, достигших 16-летнего возраста. Среди главных плюсов такой формы паспорта специалисты миграционной службы называют ее максимальную защиту. Она захищена тем, что ни в кого не имеет возможности доступа к этой карточке, только окрім зовнішнего вигляда. Тобто зовні можно прочитать, что там написано про дату народження людини, про, звичайно, имя, прізвище та по-батькові. Основная информация находится на электронном носителі. Пока это электронная подпись і фото обладателя карты. В ближайшее время туда могут быть добавлены данные о семейном положении и адрес регистрации. Пока информацию о том, что раньше называли пропиской, в службе выдают отдельно. И этот бумажный документ необходимо носить вместе с ID-картой. Оформить такой паспорт сейчас можно только в 15 территориальных подразделениях, 5 городских и 10 в области. Остальные отделения в миграционной службе обещают оборудовать всем необходимым в ближайшее время. И ждут подписания законопроекта 32.24, который позволит оформлять паспорта нового образца не только тем, кому исполнилось 16. Оксана Нечапаренко, Павел Велицкий, Агентство телевидения Новости.